Когда в Самаре только построили вагонное депо, местные называли его просто паровозный сарай. Сегодня это депо одно из старейших в России. Впервые за долгое время оно открывает двери для гостей. На экскурсии под названием «От вагона до перона» рассказывают о самых интересных фактах из его истории и тонкостях работы железнодорожника. Прежде чем отправиться на производственную цеху, нам необходимо пройти структаж по технике безопасности. Чтобы уж точно почувствовать себя железнодорожниками, гостям предлагают надеть спецодежду, каску и яркий жилет. В составе первой группы журналисты. Им показывают производственные цеха, вагоны и детали поезда. Самый долгожданный момент – открытие музея от вагона до перона. В экспозиции – история вагонного депо, разные виды вагонов и униформы проводников. В этом музее можно не только узнать историю вагонного депо, но и просто поностальгировать о прошедших временах. Здесь воссоздали то, как выглядит типичное купе советского времени. Так представьте, вы собрали чемодан, взяли путевку на море, зашли в свой вагон и уже вот-вот поезд тронется за окном. Мерещатся теплые берега, ну и, конечно, скоро нальют традиционный чай. Вагонное депо редко принимает гостей, а уж тем более в таких количествах, ведь само предприятие закрытое. Информации о работе железнодорожников действительно не так много. Ее дефицит и решили исправить с помощью таких экскурсий. Вот я вот вспоминаю очень, как я пришел. Очень нравилось в поездах ездить. А дети, которые не видят производства, у них кругозор низкий. И мы решили это сделать по одной простой причине, чтобы профориентирование проводить. И чтобы они, посвящаясь это, потом приходили и работали. Вот цель проекта. Экскурсии на производственные предприятия действительно пользуются наибольшей популярностью. Конечно, все, что связано именно с производством, с тем живым, что мы видим, у детей возникает восторг и интерес этот есть. Пока такие экскурсии проводят только для школьных групп. Для отца они больше трех часов. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.